Они привыкли учить других, но на этот раз учились сами. 22 ноября на базе Одинцовского кампуса МГИМО стартовал первый курс программы повышения квалификации. Личная и командная эффективность, работа на результат. Его слушателями стали 50 человек. Это руководители образовательных учреждений и сотрудники управления образования. Надеюсь, что учеба была плодотворной и уже в своей текущей работе, в будни, вы применяете новые знания уже на практике. Обучение длилось ровно месяц. 40 академических часов, 8 тематических блоков. В их числе личная эффективность лидера, менеджмент, командная работа, ключевые показатели эффективности, управление конфликтами и сложные переговоры. Занятия проводили три преподавателя МГИМО. Коллегам в качестве обучающихся отнеслись с опаской. Но ошиблись. Слушатели курсов были готовы работать на результат. Мы справились, справились на 1000%. Ко мне приходили преподаватели после каждого дня обучения. И восхищались вашим стремлением получать новые и ценные знания, которые дают преподаватели МГИМО. Удостоверение слушателям первого курса повышения квалификации вручили в торжественной обстановке в администрации Одинцовского округа. По словам выпускников, результат превзошел их ожидания. Тренеры, конечно, великолепные. Они, по моему мнению, узкие специалисты, но знают они столько. И у них такой огромный багаж именно практического, практиконаправленного опыта и решения этих проблем, что нам это очень помогло. За последние годы это, наверное, одни из первых курсов, где я получал удовлетворение, практический запас знаний. В нашем быстро меняющемся мире необходимо не просто получать новые знания, а необходимо уметь их применять на практике. Потому что мы иногда не успеваем за технологиями, а в нашем веке это уже совсем такая необходимость, без которой просто не обойтись. Соглашение между Одинцовским округом и МГИМО было подписано в ноябре. В его рамках управленческие кадры из сфер образования, ЖКХ, экологии, здравоохранения, спорта и культуры пройдут профильные программы повышения квалификации. Ректор вуза Анатолий Таркунов подчеркнул, что этот опыт уникальный и, возможно, будет распространен не только в регионе, но и по всей стране. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.